привет дорогие мои приветствую вас на канале мир евгения мы за микровоение заводском каменский шахтинском это если что ростовская область стою на остановке полудень жара солнце над головой но небольшой ветерок дождики прошли поэтому не так жарко подел я тут дела свои и назад опять выдвигаюсь луганск короче туда и сюда и катаюсь весь отпуск потому что тут под лечиться немножко надо часть тут часть там луганский что-то дешевле что-то здесь надо но плюс дела 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 снимай снимаю для вас и рыбалку и луганск ну и простите не могу абсолютно везде съездить для вас просят там и равенки и антрацит и счастье и так далее друзья одну физически просто ой не успеваю не могу я это все обработать поэтому сейчас еду в луганск уже на автобусе потому что с этими ветрами что-то на велосипеде не хочу я назад ехал просто 6 какая-то было но вдруг обещал покатать на машине не знаю правда она у него что-то там проблема если починил может быть куда-то туда в стороне счастья и дальше мастер обелись куда-нибудь с ним съездим поснимаем ну и пешим погуляем центр поснимай и вечером наверно прогуляемся тоже поснимаем так что такие планы но сейчас дорога выдвигаюсь что автобус должен быть 1220 но в какой части микрорайона минут 1220 должен быть тяжело сказать ну и по пути может что-нибудь поснимая посмотрим если что-то будет интересное кстати забыл сказать у нас здесь каменске все время проблемы с транспортом особенно вот это на микрорайон потому что он почти 10 километров от города находится смотря откуда конечно смотри вот и у нас перевозчик кто один был то 2 автобусы через один ходят ломаются и так далее сейчас вот перевозчика поменяли на регионального у нас он занимается перевозками по так сказать каменскому району он кстати идет автобусе хороший новый глубокинская птп и вот им передали вот пытался уехать но не знал что короче поменялся расписание поменялся перевозчик я короче опять тут было дело стоял тупил ну вот уже новое расписание есть и видите пришел четко так что будем ехать выходим сейчас нам надо перебраться на ту сторону перед закрыт здесь пробка сразу кстати проезд друзья 35 рублей сейчас у нас игра района по городу а по городу по-моему рублей 30 или 32 запамятного в сторону же д д доехали мы за сколько сели мы 12-22 короче за 20 минут доехали мы он город там дальше заезжает но получается от жди это самая ближайшая остановка сегодня кстати не так жарко в тенечке по крайней мере на солнце жарко в тенечке ничего нормально ветерок небольшой так что как терпимо погода не знаю будет еще сильная жара в августе или нет вот дождите как-то подзбили немножко температуру а то вот такая жара уже 36 градусов стояла конкретно сейчас по этой улице вверх и упрёмся в ж.д. здесь вот такие вот домики цветочки палисадничек путешествие на автобусе до луганской чем не очень хорошая то что пересадок очень много есть автобус который ходит каждый день это я уже где когда-то рассказывал старобельск ростов-на-дону либо ростов-старобельск ему принципе можно билет покупать из луганска сюда или отсюда ланск автовокзала он идет но он идет кстати по моему вот мама бабушка ехали в 220 он отправляется мы за пробок м4 он часто задерживаются поэтому тоже в такой себе и проезд вам 500 рублей человека ну сейчас у меня получится посчитаем сколько в конце участок 35 тут тоже 100 чем-то там потом еще 35 это уже 70 почти 180 и там долганска еще рублей наверно 120 я не знаю сколько ну получается где-то рублей 300 350 наверно у нас 150 рублей дешевле ну там зато сел и поехал я но единственно шоу плюс мне еще надо до автовокзала доехать да потому что ну то есть на 25 кинат сюда сначала доехать до плюс еще до автовокзала доехать он тоже считаешь 65 70 рублей плюс так что нет больше получится разница а он кстати стоит наш автобусик здесь вот каменск донец хороший автобусы с кондиционерами и кстати людей них вроде не так много маленькие мальчишки как гоняет на велосипедах красавчики еще из колоночкой с музыкой а вот ж.д. виднеется виде шпиль ж.д. станция здесь совсем небольшая вспоминаю как четырнадцатом году из каменского уезжал в нижний новгород и первый раз здесь побывал тогда очереди на изварина там уже ополченцы стояли уже а можно так таковой не было вот в этом магазине здесь раньше какой-то другой был магазин такой непонятных астроном с разными этими первую сим-карту мтс купил были времена потом сидел здесь пирожки ел блага отсюда автобусов много очень идет о автобусов заговариваясь но и автобусов тоже только не отсюда с автовокзал поездов отсюда много идет и уехать не пробовали проблематично особенно до москвы а там можно куда угодно но тут и нижегородский ходят я не помню варкота адлер ходит и нижний новгород тоже пиля для решета но они кстати там по цене разница раньше было и по времени 1 30 часов шоу другой по моему сутки шуму там что-то 6 7 часов разница было так надо мне в аптеку забежать и потом идем на автобус вроде успеваем 10 минуточек люди в тенечке тоже сидят что-то ждут здесь вот кстати в четырнадцатом году здесь тогда очень много людей было от войны много народу бежала много ехала в разные регионы россии кто куда ведь магнитозон ну сейчас вот видите тут на остановке люди мы так местные ждут куда-то ехать просто там солнце жарко здесь все прячутся в тенечке вот наш автобус ух ты его гляньте подкрасили и крышу что ли поменяли как он красивый сейчас или просто покрасили тоже крышу ну красиво сейчас смотрится новые водосточные трубы поставили не знаю когда это сделали последние разы катался не или не обращал внимание или не замечал купили в этом чудесном варечке данай бутылочку минералки не сильно холодная правда ничего страшного а вот кстати если на ту сторону надо перейти ну и с той стороны тоже можно перейти раньше там была на другой стороне остановка вот мы ехали где тоже улица дальше идет но сейчас ее там нету поэтому лучше выходить там возле маяковского и потом вот пешком идти там декам маяковского и парк маяковского ну что уже почти час сели мы в автобус будем выдвигаться он смотрит проезд 115 рублей о кондиционерчик включил жанчат стекла грязноватые ну где что-то будет видно хотел протереть но забыл в платок сел короче там где вроде стекла почище всего отправляемся сейчас по городу немножко проедем и на выйдем на трассу а там уже до донецка но в принципе там пробок нет практически никогда не бывает поэтому более не менее быстро это все происходит да коммунистические переулки я не ошибся ну вот такая не очень широкая улочка снимает он камера салон то что за стекло спереди не видно вот коммунистический 102 яндекс маркет кстати повсеместно начали массово открываться пункты выдачи яндекс маркета раньше их не было в таком количестве в принципе вообще не было не через кого-то по-моему выдавали а сейчас они видать посмотрели на вайлдер и сазон короче решили пойти по ихним стопам но лучше поздно чем никогда все выехали мы из Каменска и начались поля-поля поля-поля подсолнечный петель интересно когда его убирать ну фура как и лежит перевернутая да печально проезжаем по Поповкам не знаю где то они здесь дикарь берут гляньте сколько здесь дикаря видимо где то здесь есть карьер а вон сверху видите что то похоже на дикарь как курганы наверное оттуда вон машина беленькая вверху стоит а вот и красавец Донецк встречает нас одноэтажными домиками сейчас будем проезжать новичку большую каменку это вот тоже считается трасса А260 вот она по карте пока идет до сюда как они будут ее дальше проводить ну скорее всего ты там не знаю считаться А260 пока информации нет вот печушка в речке сейчас везде водичка мутная потому что дождики идут ну а немножко осталось до рынка дорога хорошая поэтому автобус идет быстро а еще хорошо что тут не паришься он ходит каждые полчаса первый по моему 6.30 идет а последний вот не помню то ли 17 то ли 17.30 ну вот у этого автобусе написано что из Донецка последние лет 17 18 Каменска а ну может 18 из Каменска последний лет а гляньте какой храм красивый день мемориал время великой отечественной войны погибшим солдатам пошли вот эти этажечки и проезжали только что наверное 7 или 9 этажей повыше вот видите из Донкин 7 наверное да жара там жара на улице ну видите ручек обливают вон квас продают лимонад а вы что больше любите квас или лимонад вот великолупский мясокомбинат неплохая продукция у них у нас раньше тоже был на микроюде магазин ну закрылся продавцы были недобросовестные и хозяева сказали мы не хотим здесь держать потому что обвешивают постоянно и жалуются ругаются так Донецк кстати чище новее аккуратнее чем Каменск но он все здесь с закрытием шахт попал под программу реновации сюда выделялись деньги и поэтому он более благоустроенный а Каменск типа в нем работает промзона военная типа как бы город богатый а по сути в бюджете города почему-то ни на что денег нет вот у нас и в частях города посрезали старый асфальт а новый не кладут вот в парке тоже плитку положили и деньги не платят лавочки не ставят короче с бюджетом что-то какая-то печаль беда то ли руководители такие регионы в целом то ли именно у нас в самом Каменске вот мы и приехали идем теперь ждать единичку ну да ветерочек в тенечке в принципе обдувает не знаю единичка в последнее время не очень хорошо ходила посмотрим надеюсь сегодня не придется ее час ждать я помню как-то утром ехал в последний раз наверное минут 45 часа я ее прождал хотя должна она ходить каждые минут 15-20 сели в единичку едем много людей ждали полчаса выходим что тут у нас кстати машин что-то довольно таки много стоит я не знаю гляньте ну прям много но за поворот вроде не ходит очередь но десятка два-три наверно есть хотя сегодня вроде не пятница люди вон видите тоже сколько пошли все за вещами за продуктами кто зачем ездят из краснодона потому что у нас не озона не в элбереса не пунктов выдачи как не было так и нет кто-то там за проценты вроде как-то возят не знаю ну и цены вы же знаете здесь ниже но все равно мне кажется сейчас меньше этих несунов стало чем раньше раньше тут цыганва постоянно сигареты алкоголь носили то вообще была жопа прошли мы минут наверное за 15 людей быстро в принципе разобрали которые приехали единственно что компьютеры у них старенькие тормозят поэтому ждали пока компьютер раздуплится ой я еще сегодня после рыбалки с утра не выспавшись а на энергетиках так уйду чувствую засыпать начинаю сейчас наверное в автобусе до Луганска поеду особенно если сидеть где-то к стеклу притулюсь и засну ой не знаю сейчас еще будем смотреть во сколько какой автобус может придется до Краснодона ехать а потом уже от Краснодона ну посмотрим с этой стороны машин особо нету что-то ветерок как-то подстих здесь жарковато а не вот кстати опять немножко обдувает до автобуса каких-то стоит сейчас пойдем смотреть полная стоянка машин и как всегда здесь грязно и не убрано сели в пазик ну кстати пазик какой-то краснодонский новый прикольный он стоит луганский но он едет позже и он дырком забитый а тут здесь можно и может в Краснодоне сядем какой-нибудь автобус Краснодон-Луганск который не будет такой загруженный бурбус вот барбус возле мусорки с мусором здесь конечно беда а вот наш участок дороги недостаток кстати базика сидишь сад очень сильно трясет да совсем многие автобусы еще вот все чистенькое красивенькое вот такой вот беленький чистенький пазик нас довез ой что-то ветерок сильный поднялся и песок метет ну мы пойдем на ту сторону то луганский созварино забитый полностью идут уже много я смотрю машин на новых номерах 181 идет о справедливая россия за правду да по краснодону тоже бы конечно да они все вот эти областные города тоже такие же убитые луганск еще по сравнению с ними наверное даже получше видите асфальт здесь конечно на автовокзале это просто что-то с чем-то а с той стороны там вообще опа 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 вот поэтому конечно надо 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 ремонтировать кто там тюмень курирует давайте товарищи давайте так сейчас пойдем попробуем в туалет попасть а потом пойдем за билетами люди какие-то сидят посмотрим бар койот что ли вилла койот ну благо сегодня не так жарко вы знаете то есть не 36 так что выходишь и прям не вдохнуть а так довольно таки сносно но периодически ветерок дует это ночью вот кстати ехал с рыбалки блин холодно было одна то он видите большие красивые автобусы такие же как луганске и не знаю попал он в кадр или нет кусочек захватил пока камеру включил ну такие же как луганске ну автобусы у них ходят а он пошел луганский такой старенький страшный видите на той стороне центр занятости о кстати мобильную вышку новую ставят говорят вот этот крымский оператор ну конечно здесь без интернета печаль и беда потому что тут даже не в дело об развлечениях а дело в том что просто многие сервисы не работают это очень неудобно ну не знаю как они дальше собираются с этим всем жить ну тяжко так ну идем внутрь 94 рубля отсюда стоит ну правда автобус 16-15 то есть позже ну ничего страшного зато у нас есть с вами возможность погулять это у нас сейчас только 15-15 ну короче говоря часик у нас есть для того чтобы прогуляться так что пойдемте немножко прогуляемся сейчас наверное правда еще бы знать куда идти вот кстати видите автобусы какие не ну это что-то другое это это не муниципальный а вот пазик тоже видите новый поехал так что прикольно прикольно гуляем по по краснодону сейчас наверное карту открою посмотрю где у них сегодня какой-нибудь парк хоть что-нибудь пойти прогуляться погуляться пойдем сейчас на ту сторону там среди домов прогуляемся вот 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 здесь они они наверное и скорее всего на государственном так сказать в бюджете или бюджете что-то в этом дороге тоже видите строительная техника ходит много фур здесь по этой дороге грюмболь или как-то так о пойдемте дебрями на улице сверху жарко идешь у меня еще рюкзачок вруженный везу всякую хренатень у меня маман любит возить с Каменска в Луганск мы можем тратить тысячи на разную хренатень но при этом можем везти моющая с разницей в 50 рублей которая весит там пол килограмма или на этом килограмм 120 километров чтобы сэкономить ну суммарно набрать всякой хренатень сэкономить 100 рублей да ну есть у нас такое вот такие вот дворики видите обычные тут хрущевки кирпичные даже детишки какие-то есть вот асфальта нету нифига да вот такой краснодон тоже кто-то мне написал что типа того что не очень то тут весело типа того что в Луганск люди уезжают ну крин его знает сейчас конечно судить об этом всем тяжело потому что все таки продолжаются боевые действия и так далее это о том как и что будет дальше это судить можно будет по окончанию ну и когда здесь закончится переходной период и порядок более-менее наведут вот я здесь пройду или нет а тут вы видите сколько семь или девять раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять что ли не пойму десять этажей из-под курса дорога здесь ужасно пока шел считал этажи чуть не убился на асфальта тут уже не было давно первый раз гуляют пешком по краснодону честно говорю а дальше у нас что-то детский сад на детский сад ну детский сад по крайней мере огорожен периодически посматриваю на часы чтобы не сильно далеко идти потому что еще потом же назад возвращаться надо обычный обычный город обычный некоторые там начинают всякое рассказать о я у нас там вот в харькове как красиво там или в киеве я говорю а вы мне скажите а ваша горю украина горю заканчивается харьковом и киевом сколько региональных городов они вот в такой же жопе как и между нами краснодон только извините меня краснодон был не в признанном лнр и никому не нужен был им никто не занимался а вам весь мир помогал весь мир ну или по крайней мере вы так говорили поэтому что тут удивляться то а сейчас вот начались только перемены вот потихоньку луган сделают потом я не знаю там краснодон ну и так далее пойдет поедет потихоньку самое главное чтобы дороги сделали потому что дороги это инфраструктура это движение ну и потом конечно чтобы все таки занялись промышленностью потому что без промышленности ничего не будет а вот кстати мы вышли с вами к музею поняли если от автовокзала вот так вот пойти чуть-чуть то выйдешь в музей ну в музей сегодня не пойдем потому что времени нет ну надо будет как-нибудь сюда выбраться все таки ну мы сейчас вокруг обойдем прогуляемся это вот где я утром на велосипеде ездил мы пришли ну сейчас по сторонам поснимаю велосипед то вроде едешь больше перед собой снимаешь что тут у нас интересного псб маркет кофейня ну тоже такой типа торгового центра там он танк по-моему стоит на тело да или так да по-моему а нет это там чуть левее это другая улица то я уже путаю это вот администрация здесь дальше краснодон уголь у них наверное скорее всего здесь немного ли сомнения скорее всего здесь проводятся всякие вот праздники я думаю на вот этой площади так а здесь вот какие-то памятные доски мы сейчас вот так вот по кругу пойдем и вернемся Никитенко Анатолий Григорьевич с 49 по 14 год а директор краснодонского ордена дружбы народов музея видите с 76 по 2013 год какой умница ну что то он рано рано умер мог бы пожить еще пробегу да пробегу а вот видите музей молодой гвардии ну давайте ближе подойдем работает с 9 до 16 понедельник выходной если кто-то соберется ехать ну здесь вот такие плакатики небольшие герои наши да у нас конечно другое воспитание было другие нравы да я даже по себе могу сказать уже я даже совершенно ну не такой нету у нас сейчас такого патриотизма нету у нас такой веры нет страну родину мы конечно людям но у нас понимаете как сказать вот тогда и государство вело себе по-другому и люди вели по-другому а сейчас у нас все люди что государство друг друга местами стоят это печально надо что-то менять не знаю я ну не только люди должны меняться нужно государство что-то менялось хотя с другой стороны что такое государство это те же самые люди да поэтому вот как-то так администрация вокруг видите домики вот такие свечки стоят я в подобной в дзержинске жил недалеко вот набережной где ака течет там затон затоноки и железная дорога проходит я получается за железной дорогой жил я уже забыл как улица называлась там по-моему или десятка или девятка автобус ходил в пазике так здесь памятник у нас а здесь церковь ну а здесь такой райончик у них хорошенький о, гляньте девушка на мопеде ничего себе только не понял это мопед или мотоцикл наверное легкий мотоцикл скорее всего какой-то видите детишек сколько гуляет ну еще школа не началась поэтому гуляют о, пойдемте в этот раз с другой стороны фотографии посмотрим что там с другой стороны с этой стороны мы с вами смотрели когда я ехал когда я ехал теперь пойдем посмотрим с другой видите во всем есть польза задержался погулял по краснодонну единственно конечно я вон кроссовки одевил в шлепках в шлепках не особо не побегаешь галереи музея победы россия сегодня 3.0 а здесь что-то современное а ну типа всякое что мы типа там супер-пупер ой да меньше бы слов пафоса больше дела вот это вообще смешно да про роботов транзисторы бы микросхемы бы начали бы делать да я не знаю там сопротивление на и другую вот эту всю хрень что у нас вообще сейчас в каком объеме и что мы сами делаем красиво конечно красиво но это же все импортные технологии импортное сырье импортное оборудование да а это вид с останкинской телебашни ВДНХ кстати там что-то на ВДНХ должно что-то там говорили интересное быть а это вот мост какой-то а остров русский это мост что-то тут ремонтом занимаются тросы которые держат Санкт-Петербург на канале Грибоедово в Питере был гулял ну блин тогда камеры у меня не было ну посмотрим по работе может буду кататься ездить буду обязательно все снимать у нас бывают что командировки есть и так далее так что буду с большим энтузиазмом ездить в командировки потому что будет интересно что-то поснимать лавочки старенькие урны кстати старенькие у нас такие ну так в принципе чисто вроде убрано жарко конечно ведь газон пока сели такая земля голая стоит розочки 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 вы знаете погода такая как будто сейчас сентябрь месяц вроде и жарко но ветерок такой прохладенький здесь футбольное поле небольшое а ну там же в глубине дальше мы с вами заезжали там стадион ну это как для мини-футбола что-то или галки или вороны разлетались так до автобуса сорок минут ну как раз сейчас здесь прогуляемся по тем аллеям где я не ходил цветочки с вами посмотрим здесь много деревьев видите насадили молодых то есть цветочки ну я так смотрю что их поливают тут видимо периодически потому что в обратном случае они бы уже наверное посохли хотя в этом а то в принципе дожди видите идут ну тоже вот я ехал из Луганска Луганский дождь прошел а здесь дождя не было он здесь вернее срывался не знаю потом может пошел может нет в Каменске так и не было дождя в Каменске потом только ночью был но ночью он уже по-моему тут большим фронтом прошел везде короче и у нас и у них то есть ночью уже такой сильный ливень был который прямо все-все-все палил он кстати детские аттракционы какие-то ну я так понимаю это у них парк типа нашего сада 1 мая да у нас аттракционы в принципе только в нем я знаю вот кого надо сюда как-нибудь чтоб экскурсию нам провел у меня у хорошего друга Андрея жена родом из Краснодона поэтому она должна здесь все знать ну видите до Краснодона далековато не так с руки не так много времени свободно чтоб сюда просто взять заехать и погулять я так понимаю это у них что-то было типа летнего кинотеатра как у нас в ЛКСМ был видите он тоже стоит у них полуразрушенный у нас кстати его по-моему снесли там полностью в ЛКСМ ну вот не знаю еду вроде должно быть открытие от парка так там не знаю я наверно не пройду или пройду тут что-то дорожка и хотя люди вроде отсюда может вокруг него обойдем вот должно быть открытие посмотрим мы по-моему его снесли что там вместо него сделали посмотрим а может что-нибудь там и отремонтировали ну не знаю и дело в том что плавно не видел что там по плану сложно какие-то вазы вокруг идут какой-то какие-то хозяйственные постройки да раньше много такого было всяких этих кинотеатров в Луганске тоже я помню и Аврора и Октябрь Буревестник и Аврора Дамир я во многих даже бывал а здесь интересно или это это парк зарос или здесь просто посадка идет дальше типа сада вот смотрю вишня растет а здесь вот такое что-то клён наверное парк здесь просто он зарос скорее всего потому что снизу вроде когда-то какая-то дорожка была потому что смотри что она посыпана чем-то ну здесь сейчас хорошо кстати прогуляться тышится легко небольшой ветерок ну я вам говорю вот ветерок вы знаете такой вроде жарит жарит а ветерок такой прохладненький как будто сентябрь месяц ну посмотрим может еще прижарит пройдемся по травушке муравушке вернемся парк лубанский буду несколько дней тоже постараюсь поснимать что-то может с другом покатаемся тоже видео поснимаем нет ну значит по городу погуляю поснимаем пешим ну наверно в основном по центру вечером прогуляемся посмотрим как освещение сделали ну если поедем куда-то то соответственно поедем и будет что-то интересное такое другое на машине уже дальше можно поехать не знаю почему машину или нет занят он свободен будет я бы съездил туда куда-нибудь в старобельск но в айдар по пути вот просят заехать в части на теплые воды ну по пути туда съездить да вот там вот небольшие аттракционы для детишек сделаны а здесь вот эти детская площадка песочек песочек качельки а ну я здесь наверное проезжал на велосипеде но я так конечно прямиком что-то наверное как всегда болтал ну что-то в памяти не у меня не сильно отложились так мы будем потихонечку возвращаться ну я сегодня уже тысячу шагов прошел сказал мне браслет можно дальше не идти план по калориям на сегодня выполнил давайте пойдем посмотрим что здесь за урна такая с прахом что за мемориал это могила краснодонских шахтеров закопанных живыми военно пленных красноармейцев расстрелянными фашистами во время оккупации сорок второго по сорок третий год еще двадцать шесть человек не опознанных после зверских пыток и казней вот собственно фамилии не буду читать много человек до царство небесное да ужасная война была сейчас конечно война ужасная да в такие моменты иногда начинаешь понимать что плохой мир лучше чем война ну а вообще конечно для того чтобы не войны этого всего надо заниматься надо заниматься страной надо заниматься политикой надо заниматься геополитикой и ставить национальные интересы выше бизнес интересов а у нас благодаря тому что мы ставили бизнес выше национальных интересов вот теперь имеем то что имеем ну в принципе частично и сейчас даже когда уже идут боевые действия бизнес интересы ставятся выше национальных вот вчера буквально слушал Евгения Яновича Сатановского он там прямо негодовал жестко так прямо да ладно не будем грустным давайте наверное куда-то туда наверх выбираться потихоньку я не знаю есть там выход или нет вот такие вот тут лавочки интересные эти колесика ну судя конечно по количеству краски на них старенькие и не чистили их особо хорошо свяжу как в лесу здесь вот липы растут ну что-то цвета практически не вижу клеонов много ну и видите тоже вышли погулять посидеть воздухом подышать ну да если так холодать продолжит то осень будет конечно ранней но это не точно может еще конечно и прижарить с учетом что он какой у нас июнь был прохладный с дождями то ничего удивительно так надо наверное сейчас достать карту посмотреть а то сейчас выйду куда-то скорее всего дальше еще у меня подозрение да я уже дальше вышел надо идти сейчас налево где-то но не знаю здесь проход или нет вот те дома я уже грубо говоря зашел завтра в экзал ладно давайте еще чуть-чуть прогуляемся да буду возвращаться ну большой тут такой объемный парк но тоже такой по размеру наверное как парк горького в Луганске а может даже больше не знаю но надо им заниматься надо им заниматься тоже зарос конечно местами через центральную часть так более-менее сделано что-то а дальше конечно ну сами видите вон вообще какие-то разрушенные постройки одни стены торчат да расстатки бывшей высокоразвитой цивилизации под названием Советский Союз то и асфальт вот это все да могли же раньше когда-то а теперь вот видите вот так вот ну я надеюсь что доберутся сюда руки строителей я не знаю кто тут шефство Тюменский Единая Россия кто там Справедливая Россия чтоб не только щиты вот эти висели а и польза была видите вот тоже фонарный столб ни проводки ни фонарей ничего нету то есть ночью здесь темно и наверное опасно я думаю по темным вот этим улочкам с такими кустами конечно ходить ходил тут бродил кругами тут промзона какая-то непонятная и заросли но походу вот как раз вышел с другой стороны вот от центра занятости от автовокзала парк он как-то там в глубине спрятался вот уже несколько минут назад иду ну ничего нормально что-то гудит там у без пяти без шести двадцать минут осталось самое плохое когда вот так вот идешь и не знаешь куда ты идешь да на велосипеде проще конечно едешь просто по направлению едешь а тут конечно зависишь от транспорта тут просто вокруг непонятно дома идут где-то промзона какая-то какие-то гаражи какие-то в общем как-то так центр переходит непонятно во что и можно заблудиться ну все назад вышел так что знаете как кто опоздал тот бабушкин едет к бабушке мы все-таки поедем минералка у меня правда нагрелась невкусная наверное сейчас пойду куплю другой воды сладкой и холодной не хочу просто минералки так ну что идем в магазин и будем ждать сейчас автобус там уже будем двигаться в луганскую а ну вернее мы уже в луганской империи нам теперь надо в столицу империи попасть купили водички черноголовка буратино хотел купить живчик сейчас живчик вагер у нас делает водичка такая но его он короче теплый холодного не было была такого черноголовка здесь она два литра 120 рублей стоит тоже с продавщицей поболтал немножко говорит больницу у нее здесь делают еще что-то вот от тюмени ну мне уже говорили об этом тоже местами что-то делают ремонтируют автобусы вот эти новой пустили я говорю ну конечно у вас тут еще работы много надо я говорю когда уже говорю вот эту трассу от 260 до луганска делать я говорю не знаю здесь фуры идут все разбивает я говорю ну здесь же не только фуры идут здесь же весь ну как вот это межрегиональный междугородный транспорт весь идет но пустите в фуру по-другому а здесь пустите это чисто не знаю в общем какие у них планы мысли дело в том что в ростовской области до донецка там и вот донецка ну до кпп там дорогу сделали и делают а здесь что-то какая-то беда не знаю вот наш автобус сейчас будем садиться вот кстати расписание вот расписание его 551 номер сейчас пойдем садиться ну это старые эталоны ну вроде в более-менее нормальном состоянии а вот кстати тоже вот новый пазик а может мы на нем кстати и ехали но эталон помягче пазика конечно подвес сзади подвеска ну вообще он жесткий все почти полный автобус сейчас ехать в Луганск не знаю штук шесть-восемь мест свободных хорошо стекло чистое но единственный косяк на этой стороне будет солнце если что-то сейчас зашторим вот вот и солнечный Луганск остановка напротив автовокзала вот автовокзал ну как видите у нас конечно везде Шанхай везде все застроено нам надо сейчас до центра ехать все будем ждать у нас 197 а он что-то большое едет скорее всего наше а мы его по пути видели он заезжал вауш сели в новый автобус внутри кондер работает классно а на улице выдает он 29 градусов ну жарко но не такая сильная жара то есть нету такого ну а что 35 36 вот этот автобус нас вез битком забиты людей очень много ну конечно он и 197 аж на юбилейный едет но шаурма надо будет не знаю получится нет на рынок заглянуть может поснимаю немножко посмотрим пока сейчас приду домой и лягу спать я с рыбалкой совсем сегодня 4 часа только спал ну солнышко видите уже сейчас садится пораньше ну так людей много машин много час-час пик все с работы идут много молодежи ну пединститут скоро сейчас учеба начнется а вон видите стаханов москва автобус так ладно дорогие мои любимые спасибо что смотрите подписываемся лайкаем пальчики да делимся с друзьями всем крепко здоровья мирного неба ну и до новых видео новых встреч друзья давайте пока пока москва увидимся все вы и не